Максим, Артём и Влад. Братья что ли? Ладно, рассказывайте, зачем пожаловали в Белогорье? Мы лучше расскажем былину. Валяй. Через болото топкие, через леса дремучие, шли три богатыря, не знаю, устали. Все, подустали. Продолжайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Здравствуйте, ребята. Я так рада вас видеть. Вы очень выросли. Вот вы просто очень выросли. Ты так вообще просто невероятно. Ты был маленький мальчик. Ты вырос на две головы, по-моему. Как тебе это? Уже выше меня стал. Уже выше тебя даже стал, младший брат. Да что там говорить «выше меня» стал. И выше тебя даже стал. Ты менял инструмент. Да. На этом инструменте есть такие ноты, а на этом нету. Как здорово. Тональности различаются просто. Особенности гармошки. То есть для того, чтобы играть в разные тональности, нужно носить с собой две гармошки. А если бы у тебя было четыре тональности, например? Ну не совсем. На домажорной гармошке можно сыграть несколько тональностей. То есть максимальное количество гармошек, которые тебе может потребоваться в разных обстоятельствах. Три-четыре. Три-четыре гармошки. Так это тележку надо за собой вести. Ну а что поделаешь. Вы знаете, когда слышишь музыку из любимых фильмов, Георгия Данелия, Ильдара Рязанова, просто любимые фильмы, и очень не хотелось, чтобы этот номер заканчивался. Вот я поймал себя на мысли, что очень хотелось, чтобы он продолжался. И как-то он вдруг так внезапно закончился. Вообще, Влад, ты очень артистичен. То есть ты настолько заводил и ребят подбодривал, и это было здорово, молодец. Ну гармошка – это такой инструмент, он должен заводить. Ну и гармонист, первый парень на деревне. Вот, Влад у нас такой был еще в первом сезоне. Да, вот точно сразу. Первый парень на «Синей птице», можно так даже сказать. Да. Влад, ну твое вот невероятное умение играть бровями, ты даже сам сказал, что это... Твоя такая секретное оружие, которое поможет тебе попасть в Белогорье. А ты тренируешь специально брови, скажи мне? Нет, сам как-то я... Сами ходят своим каким-то... Да. ...алюром. Ну-ка, покажи, как они у тебя сами ходят. Нет, ну... Или это только в процессе музыки они? Срываются с места. Светлана Борисовна, вы умеете двигать бровями? Ой, я не знаю, умею ли я двигать бровями, но то, что я умею восхищаться, это точно. Артем, Макс, Влад, ну это... Прямо, знаете, такой бальзам на душу. Я обожаю, вы знаете, обожаю ваши инструменты. И на самом деле вот это трио получилось вообще обалденное просто. Спасибо. Спасибо. Мы готовы были наслаждаться еще долго-долго и долго. И я не люблю пафосных речей, но тем не менее тут должен сказать. Мы наблюдаем, как дети вырастают в серьезных мастеров. И я уже, честно говоря, пришел к такой мысли, что синяя птица, в общем-то, окажет очень серьезное влияние на нашу отечественную культуру. И это здорово. Спасибо. 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 Спасибо, Олег. Ребят уже очень сильно похвалили, а я хочу передать привет и поклон педагогу. Ребят, вот это совершенствование, ребят, я уверен, прежде всего связано с ее трудом и таким замечательным служением искусства. Ошкина Нина Владимировна, наша любимая. А она сегодня не у нас в зале, нет? Нет, к сожалению, сегодня нет. Но мы передаем ей огромный привет Ошкиной Нине Владимировне, потому что она, конечно, абсолютно вот тот педагог, которыми, я не устаю это повторять, мы все восхищаемся. Ради них мы учредили наш грант «Синяя птица» для педагогов, потому что талант – это то, что дал Бог, и то, что потом отшлифовывает педагог. Спасибо вам большое, низкий поклон. Спасибо. Спасибо. Ребят, ну если вы будете сниматься в «Последнем богатыре», кого бы вы хотели сыграть, скажите мне? Наверное, трех богатырей. Ну мы-то подумали, и если уж идти втроем, то три богатыря. Там как бы Виктор Хореняк, она в прошлое перемещается, вот, и видит молодых трех богатырей, то есть нас. Ну, якобы. Так, а кто из вас, какой богатырь в таком случае? Ты кто, Влад? Я, наверное, такой самый разгульный, я, наверное, Алеша Попович. А почему это Алеша Попович самый разгульный богатырь? Он самый такой свободный, несерьезный. Да, я много смотрел фильмов про богатырей, вот, и его всегда там показывали таким весельчаком. Где это было? Интересно. На картине «Три богатыря» он очень серьезно глядит. Ну хорошо, а ты кого? Я не знаю, но мне кажется, роль Добрыни мне бы подошла. А ты, значит, получается, он. Илья. Ну что ж, прекрасно, что у нас есть три своих богатыря. На «Синей птице» мы всегда вас ждем, Дашу Троицу. Спасибо, спасибо. Спасибо вам огромное, спасибо. Уносит два баяна. Вот я теперь поняла, что когда говорят «порвали два баяна-то», это как раз, когда играли на свадьбе в трех тональностях, принесли с собой два баяна и, к сожалению... Гармошка, гармошка, не баяны, гармошка. Порвали две гармонии. Идите. Спасибо, спасибо, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ